всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня видео посвящено теме одиночества ну или как я его назвал на экране просто одиночество и такой монах сердце в горе с сердцем выше облаков позже мы еще поговорим об этой картинке назвал я ролик и смысл его не просто одиночество а что святые добрые чистые светлые дети света дети божьи обречены на одиночество этой земной временной жизни так я его назвал сегодня об этом поговорим тема не нова я на самом деле очень много об этом говорю да и поводом для записи видео явилось вот такое письмо ко мне на почту как видите достаточно объемная бывает конечно в чатах что-то коротко пишут в комментариях бывать писем приходит я не знаю как так получилось письмо пришло месяц назад я его не видел у меня что-то с почты произошло и мне казалось что вместе никто там не пишет но я между не кит может быть технические письма еще что-то и там недавно перезагрузил я обновил кое-что сделала и бац у меня повылетало что у меня на этой почте там больше 40 письма там все тех какие знаете ну на адресе что зарегистрировано и одно письмо принципе мне редко на почту особенно редко мне пишут христолюпа gmail.com специально такую выделил для этого там я говорю все равно где-то приходилось мне регистрировать и помки причины там игры так разная разный спам приходит теперь получается то что она но затесалось письмо я ее назову его да я надеюсь она посмотрит это видео ну в принципе она написала мне как это бывает в частном нами характере но кто знает я предупреждал не раз что я могу ваши письма комментарии ну комментарии вообще тем более они публичные но даже письма или в личных сообщениях где-то в социальных сетях я могу их зачитывать да с разными назидательными целями и или обличительными смотря какие гадости пишите да многие это видели не раз ты делал опять же об этом предупреждение мог узнать не каждый да кто-то может сказать ой я не видел я же не могу все в каждом ролике все одно и тоже говорить вот но в принципе это естественно я поступаю конечно по духу всегда живу по сердцу и всем об этом говорю и всем настоятельно от чистого сердца рекомендую так жить тоже единственный путь познания истины и жизни святой вот и здесь тоже самое смотря то что у меня как любого всякийский правило но есть и анархия и альфа омега первые последние начало и конец да у нас всегда так и сегодня эти правила работы завтра их сам отменяешь вот поэтому конечно далеко не все письма зачитаю еще что-то но вот здесь у меня на душе бог положил и вот еве я назову евой это и не настоящее имя в почте было настоящее имя фамилия их специально поэтому даже скрыл почему я игру что вот эти мои публичные я обычно конечно кто ко мне со злом приходит до таких людей я прямо обличаю показываю если их есть то хоть какая-то аватарка имя я делаю полный скриншот у чего-то да вот раз уж вы такие смелые да и человек я вот все говорю на лицо до публично пусть даже это кто-то человек я как бы заочно с ним разговариваю но я как раз вы знаете недавно антони великого читаю может кто-то на это даже соблазнился но я подкастом читал не подкастом озвучкой да не комментировал что якобы обличает только вот или на лицо если человека снег не делает его но не забывать что это антони великий монах жил в третьем веке тогда не было интернета и когда я что-то про кого-то говорю даже про великих правителей я говорю в видео не потому что я говорю тайна вот и напрямую смотря то что он не на лицо сейчас ко мне он может появиться на лицо когда включит это видео я хотел бы чтобы он включил да поэтому здесь не путайте эти вещи вот и здесь слушайте косячок вышел ну ладно уже ролик я не буду перезаписывать тогда назову ее настоящим именем тут на помимо почты она представилась но я говорю нечего скрывать и в принципе знаете вот я всегда показывал говорил об этом даже в писании там отец а пола попов стали петре мы знаем как он отрекался от иисуса да как плакал как кто-то делал как все это дело как апостол павел сам себя свидетельствовал мы знаем о нем это другими и выйдет евангелистами описано в частности лукой причем потом его другом апостолом павлом бывшим саблом да и он прямо его жизнь описывал ну там конечно лука тоже любил некоторые по его книге видно что он приукрашал некоторые вещи да но все равно описано что он гнал там церковь божью до влачев убивал мужчин и женщин вот но там прямо об убийстве не сказано но мы можем догадываться что с ними делали как убивали камнями всех этих еретиков до последователей христа этого богохульца вот и несмотря на это сам пайл потом все послали пишет я первый из грешников я сам я знаю что гнал церковь божиями поэтому я свидетельствую здесь то же самое кто знает я тоже публично открыл свою жизнь все знают как я жил я у меня есть целый плейлист христа любви его на себе и своей жизни не просто во христе а и до и во время пути и по сей день что я считаю нужным полезным назидательным открываю да в принципе все открываю я очень открытый человек но рассказывать какой рукой попу подтираю я думаю что это не не радость и не назидание как их никому не доставит это просто пустая информация вот все что считаю нужно в том плане может принести кому-то радость или назидание радость я поэтому делюсь какими-то бытовыми вещами даже порой или радость от духовного восприятия ну и назидание я все это открываю почему а сейчас по частной своей жизни вот поэтому я сам призываю конечно несмотря на то что я это делаю якобы не с разрешения но я говорю всех невозможно предупредить я и когда я увидел это вчера письмо я этой ну теперь вы видите она марина ее зовут причем ничего она греховного сверх не делает ну как всегда но сейчас увидите по письму да я конечно постараюсь так как человек со ко мне приходит с добром я конечно же злом то никогда и назло то вы знаете не отвечу но тем более на добро просто некоторые конечно я вот сколько уже прошел этот путь до учительства в частности проповедчество конечно многие соблазняются на то что я это не раз было так вот на то что я вот так что-то публично читаю кого-то вспоминаю или о ком-то думаю я и просто понимают о ком я я могу ничего не произносить говорю на нет себя узнаются в моих речах и потом мы расстаемся или еще что-то но это моя живая жизнь я всем город слушайте я не живу как я всегда обличаю наоборот многолечников что живут разные жизни церкви ходят они там одни на работе другие на ю тубе 3 дома с мамой папой 4 с женой 5 до и причем делать я всем говорил как и любовь до дела то разные животным природе к людям в частности к разным людям по-разному проявляется но любовь одна и здесь тоже самое я имею ввиду многоликость не в том что ты там какие-то внецки внешние плотские вешать вещи у тебя меняются в проявлении нет а именно внутренняя сущность вот это все очень важно понимать и поэтому конечно же мои даже самой проповеди любого в принципе проповедника блогер возьмите просто человека хоть там какой просто огороденный блок ведет да и там вы увидите его частную жизнь очень вспомнить что не случилось в ролике про огурцы вам скажут что сегодня ехал чуть в аварию не попал если бы и сильное переживание там его жизни он об этом обмолвиться поэтому просто естественно вот и все вообще призываю к их всех вы знаете я всегда это проповедую наготу сердца вот это адам с его были наги не стыдились именно действительно когда станет святыми вам нечего жить надо так что вам нечего было прятать скрывать наоборот иисус правильно сказал когда станет светом разве ставит свет светильник лампочку или свечку под кровать там или накрывают кастрюли до сосудом нет конечно не ставят на самое высокое видное место в доме что светило всем это на это во всем проявляется вы знаете даже в таких вещах вы помните что кто давно меня смотрит кто нет я расскажу что я большое предисловие да кто знает мой формат это большие ролики вот то принципе на ютубе тоже моя так скажем деятельность начиналась именно с бесед и очень хороший формат я до сих пор бы люблю и хотел бы продолжать как то вы знаете что люди не хотят я перестал что-то знаете через силу это потом ты пишешь просит удалять это кто-то стесняется вплоть до того как он там выглядел что у него там волосинка где-то торчало и надо ролик удалить мне просто напрягал я помню это да вот и на расстаешься и удали все со мной где там беседу я как-то знаете потихоньку отошел от формата заметьте они очень популярны возьмите ну кто русскоговорящий знает контент я конечно обращаюсь на публике русскоговорящих даже в частности порой проживающих на территории россии из известных там дудя возьмите ну сейчас это как этом гордеева берет да и вообще посмотреть любые сейчас все эти блогеров часто никого приглашают к себе неважно аналитика какая программа какой блогер он очень часто делает формат что они с кем-то беседует постоянно или хотя бы изредка гордона возьмите с украины до дмитрия весь его этот построен в основном на диалогах данное интервью на журналисты интервью и понятно вот у людя какая популярность да вот и причем это верует во всех сферах абсолютно 80 религиозную кто по такому идет да но у меня как говорится не получилось там чего-то такого великого сделать вот более того я как сам от этого подустал вот хотя сам формат считай очень правильным хорошо когда вам беседок вам выкладывали разные люди звонили очень была хорошая реакция вот и беседа заходили пару лучше чем но еще не было моих видео кто начал в перемешку все вот и беседы всем очень нравились что разные люди они разные рассказывают вот это я помню положительные отзывы в том плане что вообще что это действительно это да я сам нравится когда кто-то кого-то интервью и я с удовольствием интервью смотрю во всех областях то может быть и строительство еще кто-то один блогер приглашает другого там специалистом неизвестного но зато он крутой специалисты ты много чего узнаешь вот так вот поэтому уж вот так вот я поступаю да ну и и и конечно марине мне хочется ответить сами ведь какой текст кто меня знает давно знать что я терпеть не могу писать не по свои желания по природе мне тяжело все дается видите как я отвечаю зато и причем не просто голосом всегда моя физиономия у вас на экране потому что она передает тоже эмоции мимику все это все это играет значение играет роль глаза до меня укоряет в каком-то порой да вот именно не в этом плане нелюбви я слышно посмотрите мои глаза даже когда я обличаю я обличаю только с целью человек покаялся и мы вместе попивали небесное вино в царстве небесном иисус христа болтая ножками качаясь на облачке вот и все никакой другой цели у меня нету при обличении грешников чтобы мы вместе там оказались вот и все именно поэтому это любовь и заставляет мне это делать уже не хочу чтобы он был там где я не хочу быть да и он там тоже когда очутиться будет очень страдать вот именно поэтому я сейчас стараюсь делать все чтобы он изменился вот и все и поэтому но тут-то шкала от нуля до до 100 да и поэтому все разные и поэтому по-разному сейчас марина будет сама говорит что вот несовершенно так и тогда поэтому как вышка мне пишите ног вы извините вы слушайте даже с кем я дружу я как бы никогда не извинялся играл слушай вот как бы мы не общались ну да бывает нас какие-то разногласия разномыслия в чем-то мы начинаем на новой теме на старый друг приткнулись кто-то меняется конечно вам не включается проповедник даже в дружбе это не возношение не гордость но да я проповедник я утверждаю что я познал истину то истину проповедую делом жизнью и словом вот если за что-то заходит за что я уверен что тут я двигаться не насколько не могу да вот то что ж истинно дороже о чем мы сегодня будем говорить вольному волю свободному рай да мы давай пока разойдемся как плавно так скажем перешли из предисловия уже непосредственно вот к этому вот так что и здесь то же самое я надеюсь марина тоже не на что не обидится не на то что я читаю тоже хотел ее имя поменять на но что-то ведь надо было еще строчку тогда эту верхнюю брать наверное неужели стоит этого стесняться и кто когда узнает что это за марина не аватарки ничего не дошли мы когда не будем дружить кто-то нас вместе увидит даже в какой-нибудь съемке потом кто значит там арина который отвечал никто marine миллион дим миллион вот так что я надеюсь на это тоже не обижаются вот причем не тут супер чего-то такого или лично позволяющего человека не не нету а как раз вот именно все на что я сегодня буду говорить она назидательным будет не только для марины но и для других я надеюсь что марина как раз здесь подвяжется в любви поймешь что это письмо помимо ей принесли ну ей она сама решит принесет от пользы или нет но другим я уверен принесет это точно маша навыру мало ли как отреагирует а кто слышит из моих уст истина тот конечно же будет рад довольно как за потому что вы знаете одно дело самому я сейчас уже подхожу к тому что да я на эти темы конечно же не один ролик я уже даже записал она сама будет об этом говорить что просто возможно их не не видела не все видела да но знаете когда человек индивидуальный я очень много отвечаю всегда в аудио сообщениях я могу часовые аудио записывать человеку не жалея себя не времени казалось бы мог проповедь записать до публичную нет но с кем я я вижу с человек действительно в этом нуждается действительно алчатый жаждет слова истины обращается ко мне надеюсь его получить конечно же я делаю стараюсь все делать все это каждый кто-то нет их не того со мной не так было вы в мою душу не заглянете я вашу до конца могли быть какие-то причины еще что-то да я говорю за себя как я чувствую как я вижу как я мою моя цель главная мой дух мой посыл это сотворить благо но я не могу видеть всех стать я не созерцаю мир в обновении ока я не вижу ваши да как бог как иисус провидится не все все эти по помышления сердец как он видел да так что я порой вижу там какие цифры бубу буквы на экране все что мне доступно вот так вот ну и давайте сначала прочтем этот комментарий быстро без моих остановок я обещаю там останавливать нет действительно постараюсь раз прочитать и дальше буду говорить потом уже будем обращаться еще раз здравствуйте дима меня зовут марина здравствуй дима меня зовут марина я смотрю твое видео уже больше года бывает с перерывами бывает по несколько раз в день но я всегда мысленно благодарю тебя за все что ты делаешь спасибо я помню что в некоторых видео ты выражался о том что не можешь общаться с теми кто не является веганом и не исповедует жизнь иисуса христа возможно ты захочешь ответить мне отвечаю захотел помните как прокаженная обратилась к иисусу если хочешь можешь меня очистить хочу очистить хочу отвечаю я понимаю что я должна все пережить сама что я обращаюсь не будучи совершенной еще не пришедший к богу во всей полноте иногда мне кажется что моя жизнь никогда не станет такой же гармонически прекрасный как твоя и как жизни тех людей которые живут по сердцу и с богом в любви это отчасти и моя слабость удерживаюсь от комментариев мы еще все прокомментируем это отчасти моя слабость если ты позволишь я задам тебе вопрос почему я осторожно спрашиваю потому что я признаю что не все видео прослушала из возможных у тебя на канале это не позволяет мне найти ответы на вопросы возможно ты захочешь дать мне направление и поможешь разобраться скажи большинство веганов скажи большинство веганов живут одиноко и что мне делать если я живу с человеком который не совсем понимает что такое веган и жизни в любви я признаю что я совсем недавно стала думать чтобы полностью стать веганом сейчас я иногда продолжаю есть молочные продукты иногда яйца и мед но хочу полностью исключить эти другие продукты из питания жизни и деятельности мясо я уже давно не ем лет 10 но мой партнер страдает из-за отказа от мяса он болеет я часто трачу очень много времени и энергии на то чтобы убедить его не возвращаться к мясу перестать есть рыбу и другие продукты животного происхождения но его родственники и близкие говорят о том что я не права и из-за этого он болеет не может нормально ходить и чувствует слабость и недомогание я многое делаю целый день для него готовила сегодня салат и селедки под шубой ненавижу себя за этом потратил на это три часа своего времени вместо того чтобы жить и делать что-то полезное я иногда думаю зачем мне все это хочу жить одна получается если я решусь жить одна то буду чувствовать что все вокруг не могут быть такими как я веганами я понимаю что я еще не совершенно в веганстве но мне сложнее когда вокруг нет подобных людей в мыслях ко всему живому так как у тебя что мне делать бежать или совершенствоваться как есть в такой обстановке ну спасибо за вообще письмо за вот игры на теле это живой человек это вот сейчас я буду вспоминать ролик который уже записывал одно дело ну конечно ролики даже которые записывали кого-то могу держать в памяти с кем-то общаюсь кто-то мне писал по поводу вот этих всех ну я начинаю в общем-то переходим к моему ответу и комментарию не просто конкретно вот мысли там дальше со веганстве нет я хочу человеку конечно буду марине лично отвечать но кто-то из вас может быть хотел подобное мне письмо написать почему игры это может быть явиться наседанием для многих и я прям по верху по сверху пойду как вы знаете всегда люблю все в полноте слева направо читаем целиком сверху вниз как хотите на компьютере всегда к этому призываю да не задница наперед все изучать это очень важно вот и на письмо я отвечу по порядку да я благодарен и рад что ко мне обращаются на то я всегда говорю это очень важно это признак это кстати уже признака хоть какой-то просвещенности да вот эти все выкани когда мне я понимаю что в нас просто эти закваски общественные человеческие сидят заповеди человеческие суток которыми подменили заповеди божьи мы к богу на ты обращаемся богу на ты мы не выклим ему мы顆ем отец бог иисус мы на ты обращаемся помоги мы не горим помогите бог помогите мне помоги говорим на ты как будто прям ты к им ему до представляете вот вы служите сему богу ты когда ты мне выкаешь ты меня не уважаешь реально и это и бога не уважаешь если уж из любви так к нему обращаясь ту значит покажи мне свою любовь это очень важно вот и это объединяет только мне вот за заметьте в самом вы сразу ассоциация что-то отдаленного вы а почему отдален то уж во множественном числе он обращается не ко мне какой-то абстракции я всем рассказывал вы знаете этот бред в россии там 19 18 века наших полюбили ваших вот этот вот бред бредятина какая-то в фильмы сняты в таком но все это по книгам там достоевского неважно какая-то идиотская форма обращения наши не понимает он сам стоит этот человеком говорит и о себе говорит уже даже не на нему варят во втором во множественном числе а он о себе вообще в третьем лице говорит наших наших снипе еще и с какой добавили там какая то вообще вот у людей дури это просто это просто беда какая-то человечестве какой-то дури придумывают 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 жить в вообще не хотят дури понапридумывает звонит или звонит сколько мне тыкали я помню я даже недавно одной сказал она мне не поверила я говорю уже отменили в школе уже научное сообщество россии литературное сообщество россии признала что бред что все не надо это опять убираем это это не является хорошим или плохим тоном все возвели вот и неправильно говоришь а у меня автоматически помню на неправильно красиво я до сих пор не знаю звонишь или звонишь короче не туда попадала и ну и такие кто как бы разбирается меня тыкали я помню еще даже до покаяния все ты какая чушь какая рель звонишь ли звонишь я через вот такой вот аппарат который телефон называется пытаюсь с тобой связи видно это это бред какой-то вот так вот поэтому вот за это спасибо говорит о твоем как раз посвященности хотя бы в этом вопросе дальше по поводу и вот я чувствую такой знаете три раза платится подняла поклонилась как царю не надо со мной так общаться и с другими людьми я в простоте я понимаю что это может быть от большой любви от вежливости воспитания и тогда это конечно может быть такой но я чувствую небольшой такой вот и вы знаете царь и поклонничество вот я осторожно спрашиваю вот что ты там не общаешься во первых вот за общение опять не до конца меня понимают вы знаете я повторяю эту великую мудрость древних и всех людей на земле кто достиг познания истины что я в ответ только за то как что я говорю не зато как вы меня понимаете речь не идет что я рублю связи со всеми просто грешниками нет нет абсолютно не так но вы заметьте я всегда ссылаюсь на евангелие посмотрите на жизнь христа вот возьмите какой-нибудь вопрос посмотрите как он и скоро будет серия когда я подготовлюсь видео вот об отношении иисуса к людям вот как разным там я но я любви буду к человеку записать буду делить на муж жену там родители детей вот посторонних учеников разных людей встречающихся вы удивитесь опять я когда конце концентрационно кто знает я это умею делать показывать евангелие вас будет такое такой иисус рисоваться в глади век которого раньше не видели все это знает так мимоходом читают как до заученные мантры нет вникните в эти обстоятельства погрузитесь подумайте как вот поступил иисус то же самое да что у вас в сердце при таких поступках или которые вы совершаете вот так по-разному все и когда я это же разные ролики к чему мы сейчас переходим тогда потихоньку к этой вот теме вот не таким вещами я мед не обидеть меня можно обидеть прямыми оскорблениями как любого человека это слово обидеть как будто я обиделся делать не в обиде а ну вы сами понимаете на тебя выливают тебе даже случайно на ногу наступать те больно вы понимаете да вот одно дело физика а это психика тоже физика физиология человеке одно дело дух высшее существо в тебе я который решает что дальше делать вот одно дело тебя причинили боль я человек не перестал святой человек не перестает чувствовать физическую боль иисус страдал на кресте от физической в том числе более душевную боль да то что все его оставили что его убивают это не только телу причиняет больной душе святой человек образ и подобие бога иисуса христа он не теряет эти способности да они продолжаются и переходя к одиночеству игру все вот эти ролики я знаете я марине отправил ролик самый пиртами на память пришел он же прямо называется почему она тоже немножко в контексте веганство да говорит вы это все услышали мы с вами целиком зачитали комментарии и вы помните в серии роликов плейлиста этого такого моего сиси сериала да не веган потому что серийных видео 28 вопрос был если я стану веганом родственники и друзья ну и так далее не поймут меня да я бы стал веганом но не могу потому что друзья и родственники не поддержат меня не засмеют и и не понравится если оставлю веганом т.д. т.п. мне будет много проблем вы помните это видео да и я на него отвечал ролик я когда я переслал я саму ну естественно я же увижу я нашел на канале как сюда два с половиной часа вы помните я там много рассказала себе опять как у меня был путь тоже вот этого всего я все это рассказал и я даже забыл ей я пока его так скинул ответила даже не знать я вам уже сказал ведь прошел месяц как я она может подумала что я это мне отвечаем уж еще забанила и не увидеть никогда этого письма уж перестала меня смотреть на игры какой-то конфуз получился с почты я не знаю я месяц как будто не получал письма уж там заглючила чем вот потому что я просто gmail ски письма читают через mail там стоит переадресация и видимо что-то в мэйли на заглючила и я не шла переадресация вот так это получилось вот ну как бы причину я как бы подразумеваю я думаю что в этом вообще от 30 вопрос кто помнит он как бы в догонку один в поле не воин можно было даже 29 пропусть поменять местами сел 29 потом сделал 28 29 про про семью и про один в поле не война сделать взять 36 друг за другом шли то что взяты был бог разрешил нам есть животных я даже хотя не помню уж я их и менял местами то у меня так они на сайте сохранились а ролики я мог поменять местами очень близкая тема и вот действительно я в принципе ей сегодня сейчас после этого ролика я все как я потом вспомнил я сразу я ответил что привет спасибо за сообщение за письмо я отвечу но прежде как она сам сказал даже какой путь отсылки я это видео тут на 28 ответа не веган потому что вот родственники друзья там тары пыры будут проблемы и все что с этим связано но и вот надо вот это 30 скинуть и теперь я как бы знаете как всю историю смотрю во первых я как всегда вас учу я знаете я же конечно я вспоминаю меня на эту тему и и естественно между тем я говорю об этом часто постоянно в разных видео да но какие-то ролики всегда игру проповедника любого блогера в голове вспоминается я сам их ищу потому что я помню может быть картинку значок видео но я не могу точно вспомнить даже его название причем я могу помнить как на значке написано но я же не могу искать по значкам видео через поисковик нужно название видео а называться название как видите сюда да и мы замечали у всех на ролике на 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 значке может как это одно слово она может не совсем суть отражать или тоже отражать но назвать даже более конкретно но я точно помню что я его пол назвал вот как я вся показываю есть лупа для поиска именно не на самом youtube вот наверху а вот здесь есть на на канале ты я помню что там было с церковь слова и вот мы церковь жмем enter и вот разные выходят про церковь но ролик который я ей хочу отправить и вообще кому интересно после этого видео посмотреть это иди за христом на заднем экране там помните как иисус идет по воде петр к нему и я ролик записал церковь что это спасение где она идти к иисусу по воде и там я в ролике говорил что лучше идти к иисусу одному чем сидеть вот с оставшимися в лодке которые куда-то там к другому берегу плывет да я говорю я выбираю идти к иисусу по воде они со всеми в лодке там куда-то неизвестно болтыхаться вот и я к чему сейчас это говорю что я знаете с на трех примерах просто покажу я почему ролик то назвал не только как марина в принципе вроде бы как на тему веганс хотя вы видели о боге нагреты полноте любви именно поэтому я ролик тоже назвал ну на значке просто одиночество да а в названии написал что именно одиночество святого человека то есть полноты любви во всей своей жизни во всех поступках своей жизни а любовь наш проявляется и к природе и к животным и к людям ну в теории мы их и к ангелам и к весам проявляем да то есть мы на них ропщим кричим орем да и так далее проклинаем это все тоже любовь или не любовь вот и плюс это же разные области людей там вот именно как любите жену мужа детей обо всем этом тоже мы скоро будем говорить хотя выйдет у меня есть это тоже немножко вот и и и поэтому я вам просто я на трех примерах я хотела и кому-то хочу сбросить первое я тут ру и вот я опять к чему тоже может быть что мне неправильно понимаешь и прям со всеми рабообщения тот ролик я и вообще тот период это тут сейчас года не видно только уменьшить чуть-чуть не все равно год не покажется ладно может там и нету точного а вот четыре года назад дата точно видно четыре года назад ролик тогда основная тема была и как-то такой мотив я пытался людей я сам вышел из православия до побывал в нем три года хотя бог не до этого вообще прямым путем вел да потом бог меня повел чтобы я узнал все эти секты я я и сам как бы искал где-то эти христиане то есть наверное давай искать их вот я их искал три года в частности православие искренне да абсолютно с чистым сердцем я его практиковал как я выражаюсь да вот это даст на и вот все это прошел именно религиозность причем религиозную все православных к так скажем католиков они одно и то же у нас просто их русскоговорящих немного вот но они на самом деле сиамские близнецы и протестанты я все тогда прошел и то же самое я остался когда я сам стал свободным во христе единицы кто-то скажем и тоже даже остался со мной я ты не ри не лидер какой-то религиозного культа а с тем с кем кого я приобрел в друзья самые настоящие к кому я стал другом да вот это единицы это там несколько человек было вот это этот ролик можно послушать тоже в эту тему да потом после нескольких лет мы когда были в свободе во христе у нас там была семья так называемая христова у нас была группа чат мы там вообще жили душа в душу общались помогали другим друг другу там все общались и смеялись и плакали все у нас было в концовке из-за некоторых до нежеланий обретать полноту истину в любви вот именно я пришлось тоже мне скажем с расстаться с этими людьми почему потому что ну потому что там тоже там вот именно все это прошел когда я несколько лет пытался что люди сами перейдут на веганство да там все оказались свободными во христе через два года встают уже остро бог меня понуждает разжигает мой сердце кто знает тогда началась моя активная проповедь уже веганство во христе твердое активное горячее да и люди просто от меня побежали посыпались кто куда да и все стали опять тоже все как с религиозниками был потом все то же самое кто не принимать веганство все то же самое кто оскорблял кто наезжал кто прессовал кто просто отворачивался кто убегал плакал кто убегал с оскорблениями кто уходил кто отходил кто пытался наоборот меня победить до своими речами дебатами вот но я был твердством все что во мне и причем все же за эти года вам не изменилось что просто я об этом стал горячо говорит я стал ультиматум конечно же в первую очередь я поставил тем с кем я общаюсь близко вот той же самый так называемый у нас там тело христово я называл группу да вот а так вот он этот ролик я все думаю тоже я помню его эта картинка я в петербурге был кто помнит тоже несколько лет назад там его там я сфотографирую сколько торговый центр там такой земной шар и как бы дети вокруг шара мне так понравилось и от фотка распредел это же я назвал тело христово или церкви в реальной жизни мой опыт создания общины верных я смотрю там раскрывается чуть-чуть полное название вот этот ролик тоже самое это 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 мой плач это крик души вот эти вот ролики можно конечно его один знаете послушать и сделать обо мне впечатление что-то я там всем рублю все это касается близких это очень важно кто ко мне приходит впервые кто только как говорится ощупью нащупывает истину там пытается за ней следовать я никогда человек просто так тоже знаете не обрублю плюс более того кто даже мы входили достаточно ты на плотное общение потом мы вдруг расходились слушайте я человек проповедующий до жизни учения сус христа любви к врагам даже с тем с кем мы как бы расстались вот именно и между нами вот этот холод или стена встала за счет нежелания человека идти к истине я он не делает с моим врагом знаете в таком плане если он не вдруг опять напишет кто слушает себя узнает наверняка если до сих пор меня сушки могут так были более близки потом расходились я да я ставлю как иисус я это в евангелии всегда показываю примеров миллион сейчас даже упоминать уже о них не хочу об этом постоянно говорю сегодня не просто не об этом вопрос да ну хотя нет об этом да ну я грубо мне не хочет чтобы те кто смотрит смотрели меня дальше в том плане что ближайшее время доберемся до этих вопросов я все это всегда буду показывать и хоть об этом много раз говорил иисус всегда посмотреть как он поступал с ростом пока посмотрите с родственниками с друзьями перечитайте евангелие смысле с предмета смотрите как он с людьми общался что он им говорил неважно ты на кто это был какой-то подошел там сказал я за тобой пойду да он неизвестно не знаю где завтра ночевать будет пойдешь со мной он не идет богатые юноша или человек там подходит ведь вот да пойду за тобой иди продавай все причем за несколько дней до своего ареста иисус это говорит нет бы там сказать давай давай ладно хоть там недельку со мной походи там за неделю можно и до ареста это все было нет он будет иди сначала продай все раздай нищим приходи и следуй за мною взяв крест что идущий за мной не несущий креста сегодня мы будем будем мы еще много говорить ролика вся полоса длинный готовьтесь вот поэтому случаев таких полно и естественно поэтому я вот так поступают тоже но это не значит что я там кого-то оскорбляю или еще что-то я могу забанить меня потом знают как найти можно ли аккаунт с чужого написать со своих с разных я не баню сразу везде я в одном месте дам понять просто в другом в третьем может дойдешь там во всех нас у всех есть какая-то еще почта всегда можно написать не есть есть желание все-таки поговорить примириться что-то выяснить что-то может быть вот уж я не говорю про помощь все говорил враг твой голоден напои его накорми его жаждет на по и нет крово одежды одень его да нет крово приюти его это очень важно об этом вообще все как бы у нас отношения были этот минимальный уровень и для жизни жизни человека я всегда помогу даже даже прямому своем врагу почему не в котором там что-то какие-то даже кто мне сам будет по голове бить я все равно отвечу любовью вот я не что им туфли буду задницу вылизывать нет любовь к рогам она не в этом проявляется вот и здесь то же самое этот холод который между нами выразовался мне уже есть причины и пока это причина не будет устранена ничего не изменится вот и вот это вы знаете от абсолютно неправильная по ней непонятно непознание истины неправильная жизнь когда вы живете многоликой жизни лицемерной жизни псевдо жизни прикрытой жизни нарисованной жизни если вы улыбаетесь тому кому вы не хотите улыбаться вы делаете то что вы не хотите марина об этом написала да сейчас мы об этом всем будем говорить очень важно я говорю единственный прямой путь к познанию полноты истины это чистое сердце открытое чистое сердце алчба и жажда истины иисус прямо говорил там эта цепочка там можно и без цепочки ты блаженство рассматривать их цепочки там все и так и так согласуется вот так вот по поводу веганство естественно вот эти ролики по веганству естественно есть ролик то я вот даже это надо на моем вы помните основном канале я веган христолюб я записал ну там я конечно твердо но это тоже меня бомбанула и бомбанула меня был повод тоже такой я тогда всем прям я в личке всем понаписал в контакте у меня первые люблю при нас контакты сейчас я вообще почистил там я помню всем кто мне где-то писал что-то у меня что-то тоже ведь арюмию все это кипит во мне и я помню тоже как бы и ролик записал да тогда такой очень твердый ну я говорю все знаете перкид в этом плане таких же эмоциях я тоже человек у меня бывают эмоции несложно догадаться но я верю это не это не если бы это был грехами я бы сожалел о них и менялся нет это это нормальные эмоции и благодаря ему слава богу что так происходит иисус написано с гневом посмотрел я всегда обращаю на этот случай в том числе внимание то очень важно понимать и ролик был на самом деле тоже обращен к определенным многим людям кто у меня были в голове вот это непосредственно к ним лично просто не к одному человеку поэтому я ему не личного бы это записал а записал так публичный да это тоже очень важно и в принципе действительно так и есть я от этих и не отрекаюсь если вы религиозник веган не не веган там да если вы не против войны и вот сейчас мы до этого доходим до пока о чем мы будем общаться но о чем какие вопросы будет просто естественно вы же поймите это просто естественно будь мы нет никакого общения со светом у горького сладкого добра со злом это естественно если такая раз живешь естественно вот так когда ты прикрываешься фигами листочками только на себя какую-нибудь маску или личин натянул да так вот тогда ты как раз согрешаешь а это все естественно что иисус об этом прямо говорю неужели мы не хотим евангелие принять не хотим я пришел принести ними не мир на землю но меч естественно речи только патриоты там идиоты все это прямо толкует якобы там давайте рубить друг друга нет иисус говорил о слое первых меч до слова и это слово то есть мысли мировоззрение потом твою потом твоя жизнь и это будет разделять он когда в доме даже в одном доме будет родственники даже мать с сыном и отец с дочкой и все там друг с другом со свекровью все будет разделяться когда один будет жить свято другой будет жить грешно греховной жизнью разве я это сказал разве иисус не жил такой жизни вот поэтому вот но я просто что кому надо вот эти ролики можно посмотреть ну и вследствие всех этих событий буквально вот и даже не через поисковик а еще чуть-чуть назад откручиваем когда все это расисты в главе с путлером и его психопатами уничтожают украина с ее населением до разные ролики были в оконцовке и подытожила как всегда да потому что ты когда живешь твоя жизнь свидетельствует об этом да и это твоя жизнь выражается в слове и в концовке я как бы серию таких роликов кто помнит вот откуда можно начать ну вот я записал ну и просто надо с моего канала христа любви гонки помните нет войне я первый записал потом я записал игры в войну нет потом я там же помоги записал то путлер капут я уж не помню ну ладно не суть важно потом вот эта игра войну или ты есть а история путлер это здесь да то есть я тот записал нет войне свою позицию искал потом стал записать эти ролики к ситуации история путлера любовь к незнакомым немножко этого раньше было просто записано так кто не против за вас тот за вас тоже кто не против за вас тот за вас вернее тоже дает вот как раз они были до в одно время записано следом потом опять четыре печати вестники смерти и я записываю опять такой подкрепительный ролик что не бойся в одиночку творить добро противостоя злу до один против всех на значке написано дело тоже по памяти просто помню то есть мы видим даже вот три примера да я берем религиозность там до веганство и как назвать я не знаю то что тут на докатились до дна ада что жизнь человеческая просто потеряла цену да вот тут уже все вопрос жизни и смерти конечно слушаю такие ролики у кого-то может все но как не да я объявил яда с друг до этот ролик один против всех то же самое ну заметьте прокатывать это все по все что по религиозному просто у меня родители не какие-то не религиозники друзья некий не религиозники у меня не было никогда там из бывших друзей моих до покаянной жизни вот религиозных людей поэтому мне нечего было как бы ставить предъявлять я помню там это все было мое то скажем другая жизнь и которая никого отношения не все это дима там в бога ударился и ладно вот а веганство уже коснулась всех причем я им сам бы залегился говорил они когда думают что я религиозником стал еврея не стала резких я игру вас никогда не будут ни в культ и затаскать не православие я проповедую любовь свободу и вечную жизнь о чем сегодня мы сейчас все будем говорить продолжая отвечать на маринина письмо вот и поэтому я им это сразу говорил поэтому к ним какие претензии они правильно боялись единственное объяснял что я их и в кирилле ги затаскивать не собираюсь да вот я проповедую любовь но и потом я стал не просто проповедовать до оставить ультиматум жизни в любви и к ним в том числе не то что я это живо вы мои друзья родственники и кто меня в интернете окружает то же самое да но кто в интернете кто религиозники с ними началась первая у меня борьба да как у иисуса с иудеями но потом уже от плоти переходим к духу к внутренним и за внутреннюю же конечно всех касается неважно во что-то там веришь сколько тебе лет какой у тебя пол социальный статус одно дело по плоти и даритами риде не касался все с веганством то же самое я стал уже и это не только было обращение там все те же самые к интернет я им поделился с друзьями там детства все я поставил ультиматум приезда ко мне да пожалуйста можно ко мне приехать можно можно у меня трупятину жрать или не веганскую пищу нет нельзя так можно ко мне дима злой плохой всех обрезал никто не может приехать нет может приехать только условия есть у вас есть свои условия в доме там не срать посреди комнаты я же не могу прийти у вас штаны снять заголить задницу сесть и нагадить посреди до зала вас квартире выскажите шоу идиот а у меня нельзя посреди моих дома участка убивать кого-то не вашего трупятину же мертвую купили у меня никого не убивают никого не насилует никого не эксплуатирует я все я им так объяснял почему ты мне просто я все пытался объяснить я говорю ваша дома никого нельзя насиловать или я могу кого-то там изнасиловать нет нельзя убивать можно нет нельзя все молочные продукты посредством насилия получено вся ваша трупятина посредством убийства на моей территории никто никого не убивает дим плохой какой-то нереальный ультиматум пожалуйста дима к вам не хочет ехать по той же самой причине ну вы поедете туда где дима будет кого-то насиловать нет или убивает может еще вам достанется я тоже не хочу ехать туда где кого-то убивают или насилуют то что их мозг пока это не способен принять погруженные во тьму ибо мир лежит во зле но как а как он проснется из этой тьмы и выйдет мы подходим к ответу потихоньку все на мариинные вопросы если ты не будешь светить если ты будешь дальше во тьме сам тьмой как если свет который не источает свет он и не свет эта тьма очень легко понять свет ты или тьма а ты светишь или нет то очень легко понять говорит что я свет да и не светить ты значит не свет лампочка она светится от нее свет источает солнышко до от огня от пламени свет исходит если ты не светишь иисус сказал как узнавать людей как узнавать их не сущность внутренне по делам если ты не светишь ты не свет вот ну и уж война тоже сам вообще жизнь человек я предупреждал я шею и все года предупреждал что я и веганов предупреждал что если для вас чай тоже они у них все поехала порой голова люблю животных людей ненавижу не прямо в этом гре ненавижу людей но они любят животных всех не зря веганы я говорю это плохо кончится и плохо кончилось война обличил и кучи веганов веганов у некоторых вообще глаза на лоб вылазил когда их ниже там друзья веганы стали топить за эту войну оказались сам настоящими расистами по путинскими путлеров скими они сами удивились и рачу удивляйтесь вот так вот любовь ли ты любишь как вы тоже либо всех животных что за пишет за спешизм да ли ты всех любишь ли ты значит не любишь никого здесь тоже самое вас либо есть любовь тогда она на всю на все мир тебя окружающий распространяется ли в тебе ее нету это все конечно можешь веганы называться ну хорошо но не убиваешь что животных а что дальше то же самое и один против всех то же самое все там записал это по поводу роликов но как видите я все-таки несмотря на то что этих роликов полно и можно понять мое мирозрение мысли и истину познать мы все-таки я решил марине лично ответь почему не удивлять что люди потом даже не тоже с благодарностью еще и в ответ на это чего-нибудь не нехорошее говорят что вот я тут прочитал вот я наоборот не отписываюсь как вот именно и несмотря на то что марина писала что это отчасти моя слабость если ты позвольте задать тебе вопрос почему осторожно спрашиваю потому что я признаюсь что не все видео прослушала но не каждый можете видео до христолюб уже наклепал за шесть лет больше двух тысяч роликов причем никаких то бы каких там нет вы знаете с каким я вот отношусь и время роль которую видите на экране это не все время которое было ему посвящено и подготовка чтение подборка всех материалов картинку рвить я может искал два часа это не так все просто лепил делал обрабатывал да это все время до рассказывал что у меня на минут на минутные шорсы которые не серийные уходила по два часа на минутный шорт скольчик ведь минуту особенно который вот на этом канале я выпустил там где-то 10 шортс в 11 я по два часа на каждый уходил там все по веганство в основном несколько свободе во христе был вот так вот так что вот до роликов у меня есть но видишь я специально для тебя еще раз все это пережевываем перемалываем хотя казалось бы куда уже давно говорю что я с полным осознанием ощущаю миссию свою проповедническую исполненную ну вот разве что о любви там друзьям к родственникам вот это все к мужу жене дописать и все все что я хотел все что во мне есть вы все знаете все можно найти в моих видео берите последовательно от первого ролика на канале и смотрите кому интересно ну и ближе к телу уже переходим скажи большинство веганов живут одинокой что мне делать если я живу с человеком и переходим к чему да вот к этой картинке к монаху живущему вот казалось бы с чего я должен начать ответ это сколько тут 50 минут я бы назвал все предисловием только сейчас я вступаю в фазу ответа такого сейчас будем говорить об истине как будто мы до этого об истине не говорили да вот казалось бы сейчас надо говорить о любви да но вы знаете все уже знают кто давно не смотрят кто нет я скажу что истина в полноте это не только любви очень важно познать потом помните не забывать о том что истина она в трех ипостасти бог троица как любит дело не в отце сыне и святом духе самое важное понять что бог есть вечность вечность нету в нем смерть он не знает что такой смерть даже не знает у образно о переходе только жизнь наш он никогда не умирает вы спросите что такую смерть каждый не знаю а что такую жизнь я не знаю я просто есть я просто вечен и я просто существует бог так мы и себе ответил я просто есть Heesim Есть. Я Есмь. Это я просто есть. Я просто существую. Я не знаю, где мое начало, и я знаю, что нет конца, потому что вопроса нет. Я не знаю, почему, где он. Второй – это свобода. Если нет свободы, Бог не боится ада. Бог не стремится в рай. Он просто есть. Он просто свободен. Он может творить зло, он творит его – нет. Он свободен, да, но он добровольный раб доброты. Это очень важно понимать. Это свобода выбора. Он ничем не запуган. Ни адом, ни мечтает о рае. Он творит добро, потому что он так хочет. И в этом своем состоянии хотение доходит до того, что в совершенстве, что он, имея возможность, его не творит. Хотя может. Ну и третье. Вот именно само это добро, сама это любовь. Вот три круга, вы знаете, когда их соединяют вот так. Видите, как хорошо картинка. Я разные сейчас посмотрел. Вот центр белый. Бог есть свет, да. Бог есть чистота. Бог есть все белое, все чистое, да. В белой одежде будем обличены святые. Вот очень хорошая иллюстрация, что есть Бог есть свет. И когда три. Любой вопрос надо рассматривать не только через призму любви. Потому что любовь может быть временной. По временной любви. Петр, обращаясь к Иисусу, делал все правильно. Когда Иисус говорил, что с ним будет. Когда его, там есть конечно смысл, контент, контекст. Вы помните, Иисус спрашивает, за кого меня почитают? Люди, вы за кого почитаете? Все там отвечает. Вот люди тебя за того-то, за того-то, за сего-то почитают. За одного из пророков. Там Илью, Иоанна. А вы, а мы, а мы за Мессию тебя почитаем. Он говорит, да, я-то Мессия, только не тот, какой вы думаете. Потому что того Мессию, если бы он по плоти пришел, Антихрист, его примут. А меня не примут. Я буду отвергнут. Буду осужден. Он избит, да, и распят через казнь на кресте, да. Что Петр делает, отводит его в стороночку и шепчет ему на ухо. Да не будет этого с тобой. Помилуй себя. Будь к себе. Я тебя так люблю. Мы все тебя любим. Мы хотим, чтобы ты был вот здесь с нами, был свободен. Да. Он говорит, отойди от меня, сатана. Я, кстати, сейчас все вам... Да мы с вами, в принципе, конечно, можем... Сейчас я на паузу поставлю. Я мог и при вас найти, но у меня долго грузится тут все это. Особенно, когда запись идет. Не хочется лишней минуты вашей тратить по минутке. Это Матфея, 16 глава. С 13 стиха начинается. За кого почитают. У меня все иллюстрации именно на сайте сейчас сопровождено. Рекомендую вам почитать самого сайта Евангелия. Вот тут уже все картиночки подобраны. И когда он, Иисус, об этом говорит, что должен быть отвергнут, быть убитым и в третий день воскреснуть, Иисус, Петр, отозвав Иисуса, начал прикословить ему, будь милостью все, Господи, да не будет этого с тобой. Он сказал, отойдет меня, сатана, потому что ты не соблазнен, ибо думаешь о временном, я добавлю туда к словам Иисуса. Не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Человеческое все временное. Ты думаешь не о том, что... Сейчас я буду эту мысль развивать. О том, что человеческое. Вот я по поводу... Сейчас начну с чего. Вот я с этого человеческого. Вы знаете, проблема в том, что люди не хотят принять вечность. Вот я начну не с любви, а с вечности. Когда ты примешь, что ты вечен, вот реально, если вы реально перестанете бояться смерти, я сколько встречал религиозников, которые православные там... Да, он православный, а в вечную жизнь веришь? Неа. Я говорю, а как же ты Христос в воскресе там поешь? Ну, вот так вот. Я лично таких людей два раза уже встречал. Не в интернете причем, а вживую, я почему так и минимум-то говорю. Вживую я с этими людьми общался, глаза в глаза им смотрел, вживые. Даже не через телекамеру. Не верит она в воскресе. Все она, причем так, знаешь, за православие закусывались. То есть она готова закупить мне горло перегрызть. Ну, там не жесткого было. Ну, так я немножко люблю приукрашивать, пригипрополизировать что-то для контрастов. Да, может быть, этот человек даже будет смотреть это видео. Вот. Ну, так как бы, да. Прослеживалась эта ниточка, так мы общались. Вот. Ну и что? И вечную жизнь. Все мысли только о земном. Я к чему сейчас это веду потихоньку? В том, что это жизнь, это школа, понять надо каждому. В том, что эти удовольствия, в жизни все хорошо, все, что в меру, все, что праведно, все, что не причиняет никому страдания, пожалуйста, получай в жизни удовольствие. Ей, шпей, веселись, душа моя, да. Вот. Если это все в норме, в норме жизни, нам никто, Бог, Бог создал все, водичку, можем купаться, душ принимать. Это все радости. Это хорошо, мы друг друга выставляем какие-то, да. Вот. Если никто от этого не страдает, на здоровье, радуйся жизни, никто тебе не запрещает. Ну, школа-то жизни в чем? Познать истину. Какую? О том, что ты есть вечен, ты свободен, и ты абсолютная любовь. А если ты абсолютная любовь, когда вы дойдете до этого понимания, вы сами начнете обличать грешников. Вот вы увидите в этом. Я вам говорю, я вам всегда говорю, и буду это утверждать, на собственном опыте жизни, что если вы это не делаете, вы не достигли просто. Что если у вас вот эти вот смущения, вы просто еще не достигли этой полноты любви? Потому что именно обличение грешника, говорение людям правду, как Павел говорил, говорить правду каждой ближнему своему. Ну, там под ближним, под ближним, под ближним, это когда Иисус говорил, вы помните притчу, там не говорилось о своем, о своей расе, о своей нации, о своем там гражданине, с только своей страны, о своем родственнике, друге, односемей, нет, это было постороннее вообще, тот самарянин, который был избит, и попался, не самарянин, о добром усоверении, на котором, когда попался этот избитый человек, по притче, кстати, не совсем понятно кто, но очевидно, что еврейская национальность, именно поэтому там вся эта притча, лирия была сказана, он должен шел из Иерусалима в Верихон, возвращался после праздников, да, вот, и был посторонний человек к нему, именно он был назван ближним, то есть ближний тот, кто на расстоянии нашей руки, как я всегда говорю, в сфере моего взора, в области моего взора, в радиусе моего слуха, вот, это мой, это ближний человек ко мне, вот, сейчас нас связывает интернет, хотя нас разделяет тысячи километров, это и есть твой ближний, тот, кто вот на твоем пути жизни, как я говорю, встречается, как у этого доброго самарянина, все это можно духовно рассмотреть, что он идет, это его путь жизни, как плотской, так и духовной, да, вот все люди на дороге твоей жизни встречаются, это и есть ближний, поэтому, то есть это каждый любой человек абсолютно, здесь в слове ближний не заложено ничего такого плотского, родственник, друг, там, приятель, знакомый, сработник, односельчанин, я говорю, одной нации, одного государства, да, одной религии, одного мировоззрения придерживаешься, нет, это любой вообще абсолютно человек, просто на пути лично твоей жизни, ты пишешь книгу своей жизни, это очень важно понимать, вот, и это все персонажи, в твоей книге, да, по ней ты будешь судиться, вот, и, и, когда ты, конечно, поймешь это, что ты вечен, тогда у человека все встает на свои места, давайте мы еще все-таки дальше слова Иисуса прочтем, что же он говорит, тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отверни себя, и возьми крест свой, и следуй за мной, ибо, если кто, если кто душу свою хочет сберечь, то душа, там, еврейское слово вообще, которое используется, она имеет два значения, душа или жизнь, жизнь и душа, в еврействе было одно и то же, да, если в тебе дыхание жизни, душа или жизнь, это одно и то же самое слово означает, поэтому кто хочет жизнь свою сберечь, тут перевели, конечно, да, по-еврейски душа это жизнь, и там слово это означает, Кто хочет свою земную жизнь, временную жизнь в этом теле сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее, отдаст ее. Потеряет ее сначала в своем уме, в своем сознании, в мирозрении. Тот ради меня. Ради чего? Кто такой? Когда вы читаете Иисус, подставляете вместо слова Иисус, Бог. А дальше что? Истина. Ну хорошо, это абстракции. А дальше что? Ради чего? Ради вечной жизни, понимания. Поэтому я, в общем-то, и спокойно могу ее потерять, да, такую плотскую жизнь. Потому что я знаю, что я теряю плотскую, оказывается, ее нельзя потерять, это оказалось только одежда. Даже мое тело настоящее, оно вот под ним сокрыто, там не только душа. Да, есть тело душевное, есть тело духовное. Вот это очень важно. Оно у меня всегда есть. Меня отнять не могут. Могут эту одежду сорвать, вот и все временную, для познания истины данную, школы жизни, да, опознания всех ужасов зла и всех радостей добра и самоопределиться перед ними делами своей жизни. А кто потеряет эту такую вот жизнь ради меня, ради любви, ради свободы и ради вечной жизни, тот обретет ее. Какая польза человека, человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человеку за душу свою? Слушайте, кажется так банально. Многие христиане, наверное, кто меня служит в две тысячи раз, это читал. Ну что ты вот опять читаешь? Вдумайтесь, во что говорит Иисус. Это очень важно понять. Когда ты начнешь жить, вы знаете, вы вспомните себя до покаяния, если вы проходили путь подобный мне. Тоже ко всему мы рвались. Это надо, это надо. Я про себя сейчас говорю. Думаю, что это жизнь многих из вас. Мы все одинаковые. Руки, ноги, все одно и то же. Все не успеваешь, все это надо, все надо побыстрее, все надо сегодня. Жизнь-то короткая. Вчера 16, завтра 18, завтра 30, завтра 40. И все надо, и ты бежишь. Когда ты обретаешь вечную жизнь, еще о любви, о свободе даже не говорю. Одно это осознание, одно это принятие, примирение с Богом, как говорят, примириться с Иисусом, ты бессмертен. Это тебя уже на треть делает абсолютно счастливым человеком. Все. Я вам говорю, я тоже бежал, как эта белка в колесе сумасшедшая. Да. И сходил с ума от этого. Как жизнь, как вода сквозь пальцы утекает. Ничего не успеваешь. Все хочется, ты все получить не можешь. Солнце только и бежит. От востока до запада. Только успевай. Проснулся, день пролетел. Работа, заботы и всякие эти вещи, да. Даже радости. Все пролетает. И все как неизвестно куда. И идет, идет, идет. Ты вечен. Все. Это первое. Из этого понятия идем дальше. Я вечен. Тогда мне, куда мне спешить? Что мне нужно в этой жизни? Я вечен и я бессмертен. Это очень важно. В раю первый человек, созданный Богом по образу своему подобию, ни в чем не нуждался. В Царстве Небесном. Мы ни в чем. Мы есть будем. Только потому, что нам будет хотеться испытывать радость вкуса. Нужды в еде, в физическом продолжении жизни мы не будем иметь. Потому что это будет страдание, как и здесь на земле. Мы это вкусили, мы поняли. И потому попав, не оценив это в раю, и потом попав в Небесное Царство, кто достиг этого познания, будь всегда внутри с чувством благодарности и ценности, и бережения того, что он имеет. Потому что ты здесь, на земле, понял. Во что эта свобода перетекает потихоньку, плавно? Во второе, в свободу. Мы по плоти. Вот, у нас есть оковы. Мы нуждаемся в еде, в одежде, в крови. Мы пашем за копейки рабы только на еду. Одежду и крышу на голову. Все, больше нам не дают. Это рабство. Мы даже не можем. И целый день, и как белка в колесе. Проснулся, работа, заботы, и все. И заснул, и целыми днями одно и то же. Ты не можешь даже сесть, остановиться и кайфануть от того, что тебе ничего не надо. Никуда бежать. Потому что у тебя нет в этом нужды. Ты можешь просто спокойным быть. А мы вечно в стрессе. Для нас, для рабочих людей, даже выходные, это тоже стресс. Потому что ты понимаешь, что в понедельях на работах. Которой может не быть. А может ты потерял работу. Тогда для тебя, казалось бы, вынужденный отдых, а у тебя вечный стресс. А что будет завтра, что через месяц? Ну еще я потяну, а дальше. А может у меня и двух копеек на завтрашний день нет. На работу пока устраиваешься. Первая зарплата через два месяца. На конец и второго месяца. Надо где-то занимать. Вечно кому-то должен. Вся эта жизнь суета. Ты страдаешь только от того, что ты раб плоти. И ты мечтаешь от этой плоти избавиться. Ты мечтаешь быть вечным. Ни в чем не иметь нужды. Третья. Любовь. Любить и быть любимым. Первое. Ты никогда не сделаешь никого счастливым, не будучи сам счастлив. Никогда. Если ты нуждаешься в любви, так скажем, страдаешь без ее, ты пустой. Если ты не способен быть счастливым один, ты никого не сделаешь несчастным. Ты пустой. Ты нуждаешься. Ты кого-то будешь все время делать страдающим, потому что ты будешь требовать от него любви. Для чего зачастую мужчина с женщиной сходится. Вот Марина там пишет про своего партнера. Сходится, чтобы дарить кому-то любовь? Нет, чтобы брать. Я страдаю. Меня никто не любит. Вот мне все говорят, а что ты один? Почему ты один? А как ты один? А как? А жена? А жениться? Ну, и когда я отвечаю, что я не против со всем миром быть любовью, любить и быть любимым, но никто не хочет. Никто не хочет любить. Все хотят брать любовь. Брать, брать и брать. Это никогда не будешь. Ты с таким... Ты такого... И более того, знаете, почему? Как говорится, ну да, ты-то любишь, ты же любишь, и ты полный, тебе ничего не надо. Вы поймите. Это будет переливание воды в душлаг, или, как говорят, в дырявое ведро. Никогда человек не будет заниматься, кто знает, была такая пытка, и всегда есть, до сих пор в тюрьмах есть, когда хотят зэка сломить. Это заставлять заниматься пустым делом. Вот просто. Он знает, что он ничего. Знаете, любой человек, даже раб, если он строит хотя бы какое-то здание, их там заставляют, на каменоломнях еще в древности рабов, вы знаете, человек живет хотя бы, он даже это понимает, что он что-то строит, что-то делает. Хоть он и раб, ему там за еду это дают, его еще бьют, но когда человека заставляют просто с одного места кирпичи перекладывать в другое, он начинает сходить с ума. От тупости и пустотой жизни. Точно так же мы к истине порой приходим, все надоело, чем я занимаюсь, там эта работа, жизнь пустая. Мы же вот такими, кто знает, кто приходил к истине через все эти понятия, через все эти размышления, так и есть. Что это? Что это для вечности? Что? Ну чего я добился? Да. Кому это все нужно? Никому. Мне? Я зачем тогда это делаю? Только из-за куска хлеба. Почему тогда это делаю? Я могу другое, более любимое делать уж тогда. Да, почему я именно этим-то занимаюсь? Кому это? Ну пустое дело, мне кажется. Что я там делаю? Никому не надо это. Здесь то же самое. Дело не в том, что я тоже ищу человека, который будет, потому что ты этому человеку ничего не дашь. Счастливы именно вместе могут быть только два совершенных человека. Если даже один совершен, другой не совершен, они будут страдать оба. Мазохизм, я всегда утверждаю, это зло, это плохо, вы сами прекрасно знаете. И одно дело, жертвенная любовь, которая может человека изменить. Мы совершаем жертвенные поступки, когда мы потенциально видим, что они могут поменять человека. Иисусу даже когда просили отвечать, да, он еще и вопросы на вопросы, задавали ему вопрос и требовали у него ответа. Он им еще и вопросы на вопросы отвечал, и когда они не отвечали, он говорил, да я вам не отвечу. Зачем это все человеку, который не хочет ответа? По сути, они хоть и задавали ему вопрос, ему он не нужен был. Они хотели его просто подернуть и все. И таких ситуаций, я говорю, с тем же самым Христом в Евангелии, множество, да, как я говорю. По данным случаям, здесь то же самое. Это вот опять живой пример, возвращаемся к общению, к дружескому. То же самое, я стал, я когда я туда все дорос, я всегда практикую, практикую святую жизнь. Шел от этого, да, как, а что, а как. Все смотрел, как это делает, как это влияет на меня, на окружающих, что я делал правильно, что в моем сердце. Да, одно дело физик, психологическая боль, мне все это доставляет тоже. Расставания там, какие-то неурядицы, дебаты там, да. Но потом, что у меня через некоторое время мир в душе, все равно, это психика, это на меня так же воздействует. Но дух мой угнетается, темница или у меня свет? Я, я, дух моё, я, оно страдает или нет? Нет. Если я поступаю правильно, оно не страдает, да. К свободе и любви, да, возвращаемся еще раз. Все, заметьте, все, 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 все соразмерно. Так если вы признаете, что жизнь вечная, что это школа, то в чем проблема? Вы опять, вы, слова Иисуса, вы выбираете эту временную или вечную? Вы выбрали в своем сердце это? Я вот выбрал. Мне больше не надо как убежать. Ну, нету здесь этих святых людей, с которыми я бы... Не можем мы здесь вместе собраться в одном месте, в какой-нибудь веганско-христианской, пацифистской деревне. Ну, я не страдаю от этого. Да, хотелось бы, мне очень хотелось бы. Вот Марина пишет, как бы мне хотелось бы там, чтобы были тоже вокруг веганы. Мне тяжело, да. Мне тоже хотелось бы, чтобы мы разделяли радости, любви, скорби. Но есть нет таких людей. Если есть, у меня вот есть же друзья, обрел за эти годы хоть несколько человек, да. Но мы в разных местах, и мы не можем соединиться из-за чего, из-за этой плоти. У всех свой дом, семья, работа. Не можем мы взять и тут христолюбцу, и я, хоть я вот именно, вроде легкий на подъем, свободный. Ну, зачем я поеду? Кто-то где-то живет, где мне этот климат не нравится. И у них действительно своя жизнь. Работа, семья. Я понимаю, ну что толку, из-за двух чаев реальных, да. Потому что виртуально мы и так общаемся. Из-за двух реальных чаепитий в неделю я поеду куда-то, где я буду семь дней в неделю страдать. Я вот сейчас живу тут, кто знает, в селе, мне все нравится, природа, да. Я хоть как-то отдыхаю в этом плане, вот тоже, да. Так что мне тоже нужно восстанавливаться. Я и тружусь, и отдыхаю, и все одновременно. Тружусь и по плоти, и по духу, ну, в смысле, вот проповедую все, да. И по плоти тружусь на саду, огороде, да, на земле. Меня все это, так скажем, вдохновляет, да. И поэтому я здесь больше пользы принесу. И я вот именно опять свои какие-то, вот эти, так скажем, эгоистичные радости, что там, плотского и сорадости, да. Я говорю, ну ничего, встретимся, я всем им говорю, сам говорю, еще набухаемся небесного, на облаках небесных. Царствия Иисуса Христа, Бога любви нашего Творца. Да, вот, еще все будет, еще все будет, будем еще упиваться этим вином блаженства, когда достигнем, вот и все. А это временно, все. Слушайте, жизнь пролетела, всем говорю, посмотрите на меня. Мне кажется, что вчера вот это покаяние было, когда мне там 27 было, уже все, без полгода, 40, и чего. Жизнь пролетела, как говорят, фанера над Парижем. Это живой пример, это живой пример обличает того, что мы познали, к чему стремимся. Стремимся. Я лично жизнь, как видите, и словом потом об этом свидетельствую. Я познал, что я, и реально по мне это все время, неужели этого не видно? Вы бы меня видели до покаяния, я говорю, а так, к сожалению, видеокамер-то, ни Ютуба, ничего не было, да и я не был публичным. Вот, ну там какие-то записи, может, были, ну тогда уже были там что-то какие-то старые, фотокамеры, видеокамеры. Вот, ну не суть, короче, я образно вам рассказываю, да. Вот, а сейчас мне куда, смерти нету, да. Я обрел полноту свободы по плоти через это бессмертие, да, вечную жизнь, и по духу какую, став любовью. Я перестал творить зло, вот это вот свобода по плоти, вечности, бессмертия, вечности твоей плоти, и твоей святости, доброты и чистоты, которые делают тебя счастливым. Все, я раньше тоже, я говорю, был, я, может, не супергрешником был, ну и далеко не святым, да. А когда ты пошел путем Христовым, все, счастье высияло в душе твоей. И почему, я говорю, заметьте, когда вы говорите, я не могу, я не хочу западе, вы просто себя не любите. И вы не приняли, что Бог есть любовь, и что эта любовь делает вас счастливыми, блаженными. Вы никак это понять не можете. Вы до сих пор не можете принять любовь, любовь, которую делает человека счастливым. Свободу вот эту не можете принять, которая вас же делает счастливыми. И по плоти, и по духу. Ну, надо освободиться и по плоти, и по духу, ну, по плоти я в максимальном говорю о чем. Да, от плоти этой в плане там одежды мы не можем избавиться. Вот. А по плоти я имею в виду, вот Марина говорит, вот я живу, что мне, бежать или не бежать, вот я хочу, а не делать надо то, что ты хочешь, это очень важно понимать, вот, и поэтому по поводу свободы, это очень важное такое понимание, давайте еще раз мы прочитаем. Самое, скажи, большинство веган живут одиноко, и поэтому я к чему возвращаюсь-то, к этому вопросу вообще одиночества, тут она как бы веган, не зря я ролик назвал, говорю, общая святость, да, здесь надо перефразировать, я позволю себе вопрос Марины, все ли святые живут одиноко, да, да. В пример мы с вами кого возьмем? Иисуса Христа, нашего, как я всегда говорю, Господа моего и Бога нашего, Бог-то он всех, кто его выбрал себе господином, начальником, путеводителем в жизни, это решает каждый сам, наставником, учителем, образцом и подобием. Очень хорошая тоже иллюстрация, да, сегодня мы с вами уже про крест прочитали, тоже говорили, это очень важно принять, да, святая жизнь будет доставлять тебе, это крестоносительная жизнь, да, но Иисус не зря все это сочетал со словами в Нагорной проповеди, блаженны вы, когда будут поносить вас, убивать, гнать за ними, в чем блаженство-то будет? Разве вы будете испытывать удовольствие, когда вас, как и Христа, будут хлистать там в хвост и в гриву, как говорят, да, с железными прутями где-нибудь на зоне? Нет. Разве вы будете испытывать удовольствие от того, что вы будете распяты на кресте? Нет. Внутреннее счастье никому вас не отнять, потому что вы знаете, что все это через некоторое время закончится, и вы свободны, так как вы вечно, вы знаете, поэтому вы не боитесь этого конца. И вы, зная, что вы свободны, избрав эту любовь, вы, которую сейчас проявляете деятельность, она вас пулей в небесное царство любви унесет вашу душу, да, духовное тело вместе с вашей душой, вас самих, потому что вы стали как Бог, да, вот и все. Поэтому ты всегда будешь блаженным, потому что ты не делаешь зла, ты делаешь любовь, и ты любовь делает тебя счастливым. Ты будешь понимать, что ты показываешь пример жизни, кого-то он меняет, да. Ты будешь идти на это, это очень важно, да. Ну и вот такую тоже иллюстрацию хорошую нашел. Очень важно понимать, и мне жаль тех людей, кто этого не ощущает, потому что Бог всегда с нами. Тут очень хорошая картиночка, голубь в виде Духа Святого. Ну, если вы чувствуетесь одиноким, я никогда за эти, вот, больше 13 лет я уже в покаянии, да, как говорится, в пути Христовом, ни разу в жизни я, я до покаяния и то, и то. Я всем рассказывал, слушайте, действительно удивительно. Мы-то как бы от Бога отворачиваемся, отталкиваемся, ну, как я помню, я помню первое мое видео, я помню частенько вспоминал, сейчас как-то я об этих словах забыл, в Библии говорилось, я тогда очень часто говорил об этом усыновлении, а вообще с отцовском, ребятиском отношении, Бог всяком, и что в Библии хорошо сказано, да, в псалме в одном, что если мать родная оставит тебя, то я тебя не оставлю никогда. Я забыл, какой псалом, раньше много его цитировал, прям писал, ссылки давал, кто помнит мои беседы тогда, вот. Вот, и поэтому я когда вспоминаю, вот когда я вечно до покоения где-то тоже оставался, один я любил, там, один, что-то поразмышлять, все эти проблемы, переживаешь ли радости, вот. Я всегда понял, что я с кем-то говорю, да, что кто-то рядом со мной все равно, ну, а уж когда Бог мне-то открылся, кто помнит, я эту, уже откровенно, не так какой-то, знаете, мимолетные такие поглаживания по плечу, отецкие, там, объятия маленького сына, так, прижимания, нет. Кто помнит, что со мной было, когда Бог мне явился, и потом это было постоянно, уже без явлений, но само это осознание того одного явления и объятия меня, во всю эту любовь, свет и радость, в которую я окунулся, в эту энергию, все, мне хватило, как видите, до сих пор хватает этого заряда, вот, что все это будет. Более того, чем заканчивается путь Христов, несмотря на то, что Бог никогда человека не оставляет, вы помните, как он возопил, «Отче, Отче, почему ты меня оставил?» О чем нам это должно задуматься, я, конечно, при чтении Евангелия об этом всегда говорю, комментирую, почему, это опять ответы Марине, что такое путь Христов, что такое святая жизнь, это путь богооставленности. Чем дальше ты будешь восходить на эту ступень святости, тем больше ты будешь чувствовать это оставление. Казалось бы, я сейчас говорю прямо противоположную вещь, что я никогда не испытывал этого, и тут же я говорю, что это путь богооставленности, путь святости, которого я достигаю, да, сам. Вы поймите, те же сами антиномии, о которых я говорю, да, вроде я свободен творить зло, но я его не творю. Здесь то же самое, это же был образ, это был символ Христа, и Христом было сказано, как бы, внутреннее ощущение, что по плоти, конечно же, когда с тобой ведь, в принципе, Бог может тебя и беречь. То есть, вы помните, что Иисус перед этим самым своими событиями, да, Рестом, он так и в Гессиматском саду и говорил Богу, что всех, кого ты мне дал, никто никак, никого не повредили, не обидели, то есть, все были в руке моей, да. И то есть, конечно же, Бог мог уберечь, но мы знаем, что это путь познания жертвенной любви, он невозможен без вот этого, без любви к врагам, да. А невозможно любить врагов, если у тебя их нет, а враги, они не теоретически, а деятельные. Значит, эти люди будут впечатляют тебе какое-то зло, возможно, максимальное, да, лишение тебя так называемой временной жизни. Так называемой жизни, которая, на самом деле, просто временная часть нашей бесконечной жизни. Вот так вот, поэтому это просто надо, вот кто это примет, тогда все у нее будет хорошо. Вот, поэтому, конечно же, да, за все эти года после того явления, и когда я как действительно младенец, только родившийся у матери, которая его бросила, оказался в объятиях Божьих, на руках Божьих, при том явлении мне 13 лет назад, то, конечно же, я чувствую себя выросшим. И вы знаете, я почему говорю-то, это Иисус же по плоти сказал, да, ты будешь, да, плюс у меня было, кто помнит, еще и явление, я вся чувствовал, плюс у меня было и обучение, я всем рассказывал, как это удивительно, когда Бог тебя обучает, когда ты читаешь Писание, все это вопрошаешь, Он тебе все отвечает. Конечно же, чем ты дальше возрастаешь, я рассказывал, когда, я четко знаю момент, я помню, когда Бог сказал, все, ты сдал, ты не нуждаешься в моих больше назиданиях. Я рассказывал в этот период, сейчас уже не буду рассказывать о том дне, тоже чудесном, все это происходило вот так вот, все, я чувствую, как он, знаете, как учитель, все дальше, дальше отходит, рука так с плеча сзади соскользает, я весь там учусь, говорю что-то, а потом я, а ты где, а его нету, все, он сказал, ты, ты, ты стал источником, как я и обещал, воды живой, текущей в жизни вечную, когда-то он меня наполнял, помните, как эти стаканчики делают на торжествах один на другим, верхний наливает, все растекается, все, ты стал этим стаканчиком, да, в тебя уже течет, в других ты стал полным, да, в другие натекает, только потому что в тебе избыток, да, вот, я это ощутил, я слышал его, так называемый, голос внутри себя тогда, я это, всю эту картину я видел, созерцал, ощутил на себе, и я стал просто говорить прямо, вот именно уже, я понял, что я могу не ссылаться вообще ни на какую Евангелие, ни Библию, да, я мог писать свою Евангелие, мне за это многие корились такие слова, да, и ты его пишешь, как Иисус, и пророчествовал, и обещал, и каждому назидал, и приказал, да, написать свою книгу жизни, образы и подобие Иисуса Христа своей жизнью, да, чтобы мы шли по путям его, по стопам его, Петр с Павлом так и писали, мы шли по стопам его, стопочка в стопочку, я тогда выражался тоже часто, такой образ, вот, ну, вот, когда на послании обычно читал, вот так вот, и поэтому, конечно же, путь этот такой, да, это путь богооставности, в концовке по плоти ты придешь к этому, по плоти, это будет выражаться в тех же самых людях, то есть внешне, да, внешне Бог тебя как будто оставит, все вокруг тебя, все против тебя, все что-то от тебя хочут, разрывают твою плоть, да, ни родителей, ни друзей, ты всем не гошь, да, святоша нашелся, но, конечно же, Бог никогда не оставлял Иисуса, ну, во-первых, Иисус есть тот самый Бог, все это было внешне для плоти для нас, показано, сказано, вот, для начальных, на начальниках называют, для только первыми стопочками начинающих идти, как Марина писала, аккуратненько, осторожно, прощупывая каждое место, где тут можно встать, не встать, да, жидко, не жидко, вот, и человек, вот, доходит до такого состояния, да, и поэтому при всей этой внешней богооставленности, да, мне тоже хочется, я хоть и взрослый стал, совершеннолетним, как Павел говорил во Христе, да, достиг полноты познания, но, конечно же, как любой даже взрослый ребенок скучает по родителям, по своим уже престарелым, которых он не видит, которые дать ему как бы ничего не могут, он им уже что-то дает, может, обеспечивает, Бог, конечно, не в такой ситуации, но все равно, но я знаю, что это все до времени, это путь, я знаю, что все мы там, как Иисус обещал, встретимся, и отрется всякая слеза, и все будем радоваться и созерцанию, и личному, и телесному общению, и всему там, да, все там будет, и поэтому, ну, надо потерпеть, ты взрослый, ты мужик, терпи, ты женщина, тоже терпи, вот, из этой серии все, поэтому, да, это путь, ну, это путь короткий, жизнь пролетает, как ничто, если вы себе поставите цель вот этой святости, все остальное померкнет, абсолютно, ничего вас больше интересовать не будет в этой жизни, все это временно, все это не имеет никакой цены, вообще ноль, все наши эти огороды, дачи, что мы там строим, что-то делаем, созидаем, это все пустое на самом деле, все ради, весь мир, как Антонио Великого, сотворен для человека, и спасения его, и обожения его, это действительно так, вот, главное это, главное постигнуть истину, она в вечности, свободе и любви, и жить по ней, и ты здесь, как Иисус говорил, обретешь полноту счастья душевную, но по плоти, и ты будешь, наоборот, еще больше возможно страдать, без этого полноты души, радости невозможные, познания, да, без этой любви к врагам, вот, но по духу, но потом ты будешь, у тебя все воссоединиться, конечно, в Царстве Небесном ты не будешь страдать по плоти, и тогда обретешь полноту счастья вообще, душевно-телесную, да, духовно-телесную, вот такое вот, поэтому это надо принять, когда Марина как бы сомневается, или вот пишет все это, это путь, это колебания, это развилки, каждый должен выбрать, выбор за вами, за каждым из вас, я свой выбор сделал, как вы видите, я тот, кто я есть, можете свидетельствовать своей жизни, я абсолютно счастливый человек, это познание истины и деятельность, жизнь по ней сделала меня абсолютно счастливым человеком по духу, да, у меня есть страдания по плоти, они временные, дух мой всегда бодр в том плане, потому что я знаю, что смерти нету, что Бог есть любовь, да, сам я крупно, по крайней мере, не согрешаю, как Иаков правильно говорил, ну, про тех же самых проповедников, да, учителей, ну, кто не согрешает в слове, ну, всякое бывает, да, все это, знаете, не зря есть образ, как мне тычут иногда, что-то прям святой, ну, не грешно, это точно, да, я вообще говорю, я свят, потому что я добр, я действительно зла, я осознать никого не делаю, сколько могу делать добра, а вы знаете, все эти, когда вот там только недавно ролик, четыре назад, если отмотать, записал, кто помнит, я вот это слово гнилой там, да, за мои выражения кто-то там, как я сказал, обосраться, да, знаете, если даже это и грех, я вот в том ролике это как-то не сказал, то не зря есть образ, что это просто золото, да, в горниле божьем оно очистится, не зря Павел сказал, что дело всякого испытуется, да, и у кого оно золото, серебро, алмазы, будет очищено огнем, но у кого солома сгорит, поэтому для золота огонь только лучше, ну, поправит тебя Бог в таких мелочах, где-то ты что-то там в жизни, может быть, недопонял, чуть неправильно жил, да, вот это не проблема, если твой дух, твоя, твои мысли, всегда направлен ко всему самому светлому и чистому, я объяснял, что то, как я живу и где-то какие-то слова употребляю для вас, они, может, злые, я не вижу у них зла, что такое культура, что такое творчество, что такое хорошо и что такое плохо в таких вещах, это чисто человеческие разделения заповедей, да, что вот это так плохо, так хорошо, боль там, нам боль даже причиняет зачастую только потому, что мы к этому привыкли, у нас психика там под это заточена, а ее измени, и это будет нормой, вот и все, то есть ты внешне меняешь, вот так вот, вот такой вот, так, по-моему, не все, давайте еще, так, я признаю, что я совсем недавно стала думать, так, по поводу веганства просто Марине скажу, срочно, не затягивай, и я об этом тоже много раз говорил, вы знаете, когда ты будешь переходить из смерти в жизнь, единственное, о чем ты будешь сожалеть, это о нестворенных добрых делах, нестворенном добре, действительно, ты будешь сожалеть о всем злом, и исправить, как сурово, это будет как бы невозможно, ты будешь кусать локти. Ну, что это тебя держит там, это, что тебе там, молочко держит, или яичко, я говорю, слушай, вдумайтесь, ты раб яичка, ты же знаешь, что это зло, если изучал, а не до конца изучил этот вопрос, изучи, да, все это эксплуатация животных, которые верят нам в попечение, что мы все это творим, все, стань полный веганкой завтра, и сколько жить, надо понять, это первое, что я начал опять, вечность, ты завтра можешь не проснешься, завтра, у тебя всего один день на покаянии, сегодня, завтра ты можешь не проснуться, эта плотская жизнь временная, она не в твоей власти, не в твоей, ты не рулишь ей, никак не управляешь, ты как, тебя как посадили в эту тачанку на американских горках, так ты и летишь, ты можешь лишь в ней как-то себя вести, все, ты его, ты не властна над этими вещами, так сделай сегодня правильный выбор, все, что ты и так делай по жизни, это должна быть просто установка, все, что ты доброго узнала, делай тут же, это просто жизненная, вот такая цель, как Су сказал, алчба и жажда правды, и жизнью понять, чистота сердца, услышал у одного проповедника что-то хорошее, тебя обличило, Бог тебя обличает, когда мы слышим слова Божьи, и внутри этот камертон говорит нам о том, что это истина, поступай так сразу же, так только человек быстрый, прямо достигает истины, все, что самое доброе, принимай и сразу меняй свою жизнь, сегодня, не вчера, вернее, не завтра, потому что это надо было сделать еще вчера, сегодня, Бог дал тебе шанс, как я, видите, перехожу с высокого языка на детский, ну, в общем-то, по обстоятельствам, да, то, что ты должна была, это еще вчера сделать, ну, сделай хотя бы сегодня, раз ты дышишь дыханием жизни, да, вот и все, поэтому все, что ты тут про веганство написала, вот опять, я могу тебе по головке погладить, посочувствовать, нет, сегодня же ты становишься веганкой, потому что это абсолютная святость в плане отношения человека к животным, потому что ты не явишься там, где небесное царство, там не будет этих животных, ты не любишь, эти грехи будут стоять между тобой и небесным царством, где эти животные, между тобой и мной, ты хочешь теми быть, кто там, потому что мы их любим, там будет полная любовь, полнота любви всего ко всему, ты не сможешь туда войти, Иисус сказал, оттуда туда не переходит, так что тебе, что-то уперлось, яичко, яичко тебе, как говорят, испоганит всю жизнь твою, ты на яички приткнешься и лишишь себя вечной благой жизни в небесном царстве, задумайся цену, которую ты заплатишь, временной похоти, похоти, когда продуктов тьма, тьма просто, а уж кулинария, если ты там пыхтишь своему другу, там над селедкой, под шубой, сейчас это мы отдельно еще разберем, над собой-то ты же и про себя пишешь, что ты это делаешь, ты вдумайся, что ты творишь, ты сама делаешь этот выбор, столько всего, это просто похоть, просто элементарная похоть, я всегда говорю, их бог чрева, Иуда очень хорошо выразился, они мыслят о земном, это очень прям вот, прям вот к трупожорам, и вообще к невеганам идеальное определение, их бог чрева, они мыслят о земном, чрево твое, тебя отрубило от небесного царства, от всеобщей любви ко всему живому, от царства небесного, где будет еще в миллионы раз больше, всякого изобилия плодов, и все эти животные, которые будут любить нас, не будь шарахаться, все, кискать можно будет и пантер, и львов, и всех, и рыбки, и дельфины, и киты, и акулы, все будут с нами в мире любви, мы будем радоваться и кайфовать, мы не будем бояться, это прекрасный мир, ты будешь заходить в воду, не бояться, что тебя акула сожрет, да, не будет хищников, не будет убийства, крови, они сами будут друг другом, все играться, никогда мы не услышим, как дерутся коты, крича на всю округу, так что у тебя в самого сердца сжимается, вдумайся в это, и отрекись, сегодня же от этого зла, ну и переходим по поводу любви, а то сегодня ролик к чему, одиночество, по поводу всех отношений с родственниками, я говорю, об этом конечно много, тот ролик два с половиной часа, в принципе я там все сказал, я ничего не отрекаюсь, более того, мусолю, этот ролик уже на час сорок у меня, я уже закрыл эту страничку, да, где у нас веган, не веган, потому что, давай открывайся, долго грузиться будет, по поводу отношений со всеми родственниками, вот это все, это все ни к чему хорошему не приведет, ни к чему, я уже об этом сказал, ты не есть свет, ты не светишь, все эти отмазы, там болеет он, еще что-то, все это ерунда, Иисус, когда рассказывал, вот эти вырывают слова из контекста, где от, 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 рука соблазняет тебе, там нога соблазняет, там же есть контекст, это речь шла о людях, это то же самое, что он другими словами говорил, про то, что я мир пришел принести, меч, и не мир, но разделение, в другом там, вот именно этом месте, он рассказывал, потому что он сказал, он рассказал притчу, что если один против другого согрешил, ты выскажи ему, обличи его, что он не прав, нет там, призови второго, нет призови третьего, нет, будет он тебе, как мытарь и язычник, и рассказывает эту притчу, если, если рука твоя, мы все тело Христово, там об этом говорилось, потому что нашими руками могут быть родители, друзья, кто-то нам помогает, или еще что-то наши руки в чем-то, нога там и так далее, глаз там, это подозревает, что у нас есть что-то общее, кто-то является для нас чем-то, что-то для нас, потому что мы друг другу, конечно, что-то делаем в обществе, в близком окружении, мы кому-то чем-то помогаем, кому-то что-то делаем, он говорит, отсеки ее, лучше тебе без глаза войти в небесное царство чем с двумя глазами быть верным в огненную гиену именно об этом не прибавить к словам иисуса ничего кроме того что вы сами либо принимаете это вы либо принимаете учение христа а это учение святости и совершенства и чего полноты радости если вы будете жить пусть по плоти будет страдать духовно вы будете всегда радоваться что вы живете святые вы понимаете что вы светите другим что вы делаете благое дело это хотя бы есть шанс когда ты так делаешь тоже гой ну как же я там родственнику маме ультиматум поставлю когда ты поступаешь так как сказал иисус отрезаешь ты сам там оказываешься и есть шанс потому что сделал это ты засветил до человеку засвидетельствовал как это говорит об истине своей жизни и словом есть шанс что это мама папа дитё сынок дочка при твоём этом попадет туда когда ты из этой плотской любви идешь на поводу у окружающего мира близких родственников дальних друзей знакомых т.д. что ты делаешь все сказал вместе оба глаза один то он там же речь идет что один-то глаз это ты другой я там сразу несколько символов свой вы вместе туда в гиену катитесь как у кому-то сделал пользу ты сам туда отправился ну его оттуда не вытащил он-то там был двумя ногами но ты-то узнал истину у тебя-то был шанс это не сделал выбора и ты сам не попал и его там оставил отлично не принимаем учения христа я в этом всегда убеждаюсь в общении с псевдо христианами так называемые это по поводу шушку опах по христианству говорить вот так вот вот мне что прямо надо мари не ходит там брось по я не знаю может быть таинственные обстоятельства может как-то во первых первое конечно же табу на творение зла ну пожалуйста он верит в то что его здоровье изменится мама его там кит розыграет ты гишь его родственники говорят пусть тогда они ему готовят и селедку под шубой если ты я у меня такие вот из близкого был ангет ну как я сына там мясом кормить не буду слушай если ты почитаешь это за зло за самое настоящее зло ты знаешь как все это появляется чему вы способствует что вы спонсируете ты тем более сама якобы веганка как ты ему ты ему тогда об этом вообще говоришь нет я почему я с таким все общаться я понимаю нас живет у нее сама разлад в душе я это вижу мы общаемся я а ты знаешь что ты с ума сходишь а потому что ты не живешь праведной жизнью ты лукавишь а перед кем-то лукавишь ты бога хочешь обмануть внутри тебя ты называешься веганка его своей а я ее даже веганка перестал называть я говорю конкретном человек она может догадается она кормит сына этой трупятиной или ты для меня не веганка то что это также звучит лицемерно как и для твоего сына я на место не остановлюсь ты веганка но меня кормишь трупятиной значит это идешь покупаешь то есть сама убиваешь какая разница ты готовишься и не плаешь ты не веганка как не ты считаешь это зло ты не считаешь что делаешь вот и все это все только вот так вот на эти на бумажке красиво где-то там можно сказать описать длину я же там не сама крови не вижу не брыжет крики от не слышно я ну иди ты ему скажи иди сам тогда убивай я тебе вот полный стол там всего навала можно готовить тем более в кулинаре то пожалуйста я никого не призываю быть таким веганом как я там какой-то простой пищи то я что-то варю вот не заморачиваюсь там на это всякие как говорят эти там соевые или бобовые или чечевичные как как ты котлеты ничем по запаху там вкусу не отличаются от мясных мне это не надо все я ем простые продукты мне нет нужны ну хорошо вы там семью есть пока переходный момент ну можете этим попользоваться то вот именно в чем проблема если вас кто-то из родственников из вас кто-то над вашей свободы берет власть вы поймите одну эти люди вас точно не любит а что любовь это свобода бог дал нам абсолютно свободу определяться перед лицом добра и зла если вас кто-то в этой свободе ущемляет да еще и укоряет вас в дорожку что это вы его не любите он вас не любит то что вы его не напрягайте когда меня укоряли решала тоже не сразу до все этого дошел терзался где-то или что я вот ультиматумы там обрубаю общение знаете было по раз там как все это начиналось я шел этим путем и думал ну как может что-то не так да ну вот там как бы давит на это тоже как петр иисус удавил да на всякие вещи по-человечески и потом я только с годами все это с опыта вот это пришло слушайте я всем я потом стал говорить то что есть да я говорю я же никому зла не делал все что я могу это лишить вас себя причем я же вам благо делаю как от для грешников это райское место потому что алкаш к алкашу идет бухать наркоман к наркоману в определенный круг ада пойдут те кто такие которые там полно как он уже туда он кричал что это нормально в жизни что я вот так творю да там издеваясь над любви что я мошенник ты туда и пойдешь тебя там будет обманывать просто вкусишься потому что он только такие как ты будет здесь тоже самое я говорю слушайте если я такой плохой так я я вам радость доставляю я просто лишаю общения с собой я сам остаюсь счастливым зачем мне страдать целыми днями с вами общаюсь все дерьмо перемалывать и вы счастливы я я вас не обличаю ни жизнью не делал получается не словом так от любовь получать все какие проблемы а вместе с вами творить зло не нет кто на совете нечестивых да знаете первый псалом да не пойду на совет беззаконников нечестивых здесь то же самое вот и все вот ответ очень простой как-то родственнику друг любому человек кто вторгается вашу свободу выбор между добром и злом ты прямо говоришь отойди от меня как иисус сказал петру даже да уж не говоря там о дьяволе так и назвав его отойди от меня стана вот и все и второе мне хочется сказать вот марина там пишет да ну как ты будешь счастлива если ты вот именно с тебя прессует как можно сделать кого-то несчастность это сама несчастность кого-то сделать численность ты сама несчастлива мне вот этого сейчас на я я не пойму никогда я иногда думаю зачем мне все это хочу жить одна хочешь живи я я вот не понимаю людей знаете как говорят там в семьях кого-то бьют там еще кое домашнее насилие всегда есть выход муж там жену жена мужа такой есть детей там бьют или родители дети бьют или еще что-то работы есть ненавистные там тебя калашмать целыми днями духовно психически всегда есть выход измени свою жизнь бог тебе не оставит положись на бога да вот именно всегда зачем веру в бога в отца в любовь признание этого жизни с ним гармонии да вот зачем вам положиться не на что у человека знающего что он есть не отвергающим потому что знаю верить его нет он-то от этого не проявляет не пропадает не появляется а вот для вас это благо да то что вы голову в песок засунули солнце от этого не пропало или отвернулись от него поэтому в чем проблема то ну пожалуйста они хотят так жить да пусть живут своей жизни в чем проблема будь счастлива если ты боишься остаться одна и почему ты боишься почему боимся одиночество да все-таки вот хорошая картинка я говорю мы боимся будем страдать а почему нас никто не любит значит они не признаешь не ощущаешь не чувствуешь но это твоей неверие бог откройся как поверишь что он есть он есть любовь в бог есть любовь в истине во фразе в этой важно каждое слово бог он есть и есть он любовь вот и все тогда оставшись одна ты никогда не будешь одинок ты всегда почувствует он любит тебя я все это испытывал испытываю до сих пор да ты будешь одна по плоти и всегда будешь счастлива всегда будешь чувствовать его присутствие его любовь ты даже не будешь понимать это не деятельная любовь который выражается там в поглаживание в подарении цветочка там не знаю что-то еще нет это не передать словами это просто бытие другая энергия не знаю как сказать я просто пережил как паскал я рассказать об этом не знаю какими земными словами да мы лишь образа земные даем что я просто хорошо как в теплой ванночке там светло как при солнышке тепло когда она согревает да я могу запах был нереальный как бы я я чувствую блаженство наслаждение что на меня воздействует я не могу сказать конкретно что-то меня не гладила хотя мне и тело кайфовала вот но я не могу я не знаю как это сказать как рассказать что такое вкус персика из кто его не пробовал да вот так что ты на вот эти все страдания вот эти муки я не понимаю зачем люди мучаются друг с другом вот я не понимаю одно дело тебя раз столкнула да ты к тому что еще раз класса говорю что когда первый люд приходит я никогда не отталкиваю грешника да я пытаюсь общаться естественно все это говорю с кем-то на разных расстояниях держусь да вот все по-разному бывает так что вот так вот и здесь тоже самое ну я держусь так чтобы самому в аду не быть очень важно понимать мы чуть не видим чтобы иисус там целыми днями тоже показать примеры все кто за ним ходят они слушались его он не целыми днями год вот терпи там комментарии какие-нибудь да дерьмовые которые на тебя дерьмом поливают сверху с головы до ног учет я не и чтобы сус целыми днями там да как православные там учения придумали в дверях монастыря встать там в воротах и от всех все выслушивать и каяться каждому перед каждым прости простить нет он такого не делал он не целыми днями от этих аудеев там все выслушал да есть стычка происходит он стоял когда-то как я говорю не вы не двигаешься да это было не каждый день не постоянство его окружали также ученики у которого хоть как-то слушали это очень важно то все вот поэтому ой там окружил себе да просто естественно ты дружишь с людьми с адекватными похожими на тебя да так что вот так вот иисус также написано не раз виде скрывался бегал уклонялся от них вырывался когда его даже убить пытались неоднократно еще до его распятия так что вот так вот и поэтому если ты боишься ты просто и в это не веришь что села вера потом жизнь по вере ваши да будет вам поверишь сейчас мне в том числе попробуешь пойти шаг я не будете там бросать от своего друга или там с его родственниками как-то ссориться нет просто жить так как ты считаешь нужно из как мы с тобой только что поговорили я точнее тебе наставил чтобы ты бросила все это зло потому что ты пожнешь от своего зла зло от тление пошли от жизнь от зла пожмешь тление от добра жизнь вечна вот завтра станешь века какая тебе разница что у них захотят они это его выбор его выбор оставаться во тьме от того что вы вместе в болото в болоте будет никто не выберется только стояв на твердой земле ты кому-то можешь помочь из этого болота выйди это его это выбор каждого человека тогда-то мы говорим о любви а настоящей любви ты проявляешь ее к людям ты сама с болота вылазишь и затем вытаскиваешь кого-то только так возможно оттуда выбраться так будет правильного любом ко всем когда ты будешь говорить кричать обо всем о любви как животным к людям все это сейчас все что там это с украины связано все кто молчу он все вот так вы вас нет любви если у вас была любовь горела бы вы бы рот не закрывали вы бы них перед кем не пасовали бы не на работе игры не обязательно вы может не блогер но вас есть свой круг людей свои социальные сети и и ваши дела если не сад не было их они соответствуют кто вы просто по духу вот и все не познали в этой любви нет ее почему я так же вопить опять начал как и по любой теме что во мне любовь любовь и к русским и к украинцам так называемым кто поделил это все на нации и обличая расистов я проявляю сразу свою любовь одновременно и к украинцам пытаюсь что все это прекратить чтобы они страдали и к расистам которые до будучи двумя ногами уже даже не одной в аду по духу там окажется по плоти по своим делам жизни вот и все почему я делаю любовь распирает меня потому что я не хочу быть вот именно в небесном царстве где даже пусть миллионы будут фруктов и животных не хочу быть там один хочу там были все абсолютно все поэтому как и сказано я также как и бог не хочу смерти грешника на чтоб покаялся и жив был чтобы мы все там были любви много не бывает друзей много не бывает вот так вот ну я надеюсь я тут наговорился уже на два часа не знаю чуть прибавить вроде обо всем поговорили все вам показал иногда забываю какие-то иллюстрации как готовила что-то не 7 небо все конечно не проповедь некоторое время бежит пока я готовлюсь ты ниже откуда эти картинки появляются заранее подкачу потом готовлю в общем вот так вот вот такой мой ответ уже не знаю сколько отвечать в принципе вот о всех тех роликах я даже уж не знаю я их буду там ссылки добавлять искать я понаговорил ведь сколько этих роликов было подобных в разных схемах не ведь они все со временем связано почему и поэтому марине хотел вот так вот это татат пусть и публично ответить я думаю что это я знаю что это огромная разница между какими-то теми уже праву другим людям тогда я те были те тоже ролики имели свою цель достигла она или нет это уже другой вопрос вот кого-то достигла кто-то повернулся кто-то отвернулся вот так что вот я этот пишу хотя игру все это я уже одно и то же милю уже из ролика в ролик после шести лет на ю тубе чем очень активный как я считаю это сами дела свидетельствует все это около одного кружится сегодня все выпалил опять уже голос подсел причем четвертый ролик сегодня сегодня дождь прям заволочной поэтому я весь день другими делами тружусь так что вот так все у меня на этом все всех я вас по-братски любя целую нежно и крепко обнимаю всем желаю покаяния всем желаю достигнуть познания истины личной жизни и полнота это учительство это свет когда вы начнете светить пусть небольшому кругу но вы станете светом станете твердых не станете призывать грешников к покаянию примером личной жизни и словом это будет полнота это будет что это будет путь христов точно таким же по его образу подобный примеру который он специально иначе вы хулить и жертву христову он сошел с небес не взять мои грехи вся бреднятина протестантской нет для того чтобы не показать реальный путь жизни живого человека точно таким же только святость вот это обоженность как говорят но все это общие слова красивые с леса этого доброта это любовь сама сама какая ни на есть она и делает тебя богом счастливым абсолютным блаженством вот она будет таким образом проявляться вы будете желать людям добра грешникам покаяния с правильником будь просто кайфовать вот так всем я вам этого желаю достигнуть кому нравится мои видео обязательно лепите лайки да это помогает продвижение роликов всего контента на ю тубе подписывайтесь на канал кто не подписан жмите на колокольчик что получать уведомления пишите комментарии как видите я читаю письма пишите на вопросы могу все отвечают и поделитесь этими роликами в личных сообщениях в социальных сетях на своих ресурсах какие имеете если считаете что они несут людям радость назидание меняет их жизни и тем самым приводит их в небесное царство любви господа моего и бога нашего иисуса христа ваш веган христолюб